Христос воскрес! Воистину воскрес! Вам не слышно или слышно? Слышно. Воистину воскрес! Мы людям говорим о том, чтобы искали правду, а это всё во Христе Иисусе. Думаете, всё в одной книге? Плохо. Микрофон возьмите поближе, плохо слышно. Думаете, всё в книге написано? Ну, конечно. Мы живём этим, мы молимся. Живой Бог, Он отвечает на живую молитву живым людям. Потому что Он умер за нас. Как нам не любить Бога? Ошибаетесь. А? Он умер за свою свободу, за свою идеологию. Нет, нет, Он умер по любви к людям. А это идеология, это всё придумали люди. Иисус умер за нас, возлюбил. Больше той любви не было на свете. Нет. Нет. А вы Библию считали? Читал. Ну, если считали, вы знаете, блаженство Христа, недостижимое сегодня, по сегодняшний день. Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блажены плащащие, ибо они утешатся. Блажены кротки, ибо они наследуют землю. Это решение всех вопросов, какие в мире есть. Любите врагов ваших. Где вы найдёте такое? Смотрите. Вот Библию, вы же понимаете, её не один раз переписывали, да? Так, вы все одинаково говорите. Так, вы сейчас внезапно не отключитесь только. Маленько к микрофону поближе сделайтесь, чтобы сидеть. Вы понимаете, что это... Вот я вам скажу, что заповеди написаны таким образом, чтобы их как раз-таки нарушали. Потому что приставка «не», она вот специально сделана. Вот я вам сейчас скажу, не думайте о жирафе. И у вас возникнет в голове образ жирафа. Жирафа. А чего он возникнет в образе, когда я молюсь от всего отрешённый? Я молюсь к Отцу Небесному, а я буду думать о жирафе. Нет, я имею в виду, когда вот вы общаетесь, и я вам вот говорю слово, вы подразумеваете образ. У вас мозг так работает, у людей так. И когда вам говорят, вот многим... Конечно, есть люди, которые могут критично отнестись ко всему и как-то переосмыслить. Но когда вот обычным людям, которых вы здесь много видите, вот дураков, им когда вот говорят там «не убей», у них образ «убей», не укради, у них образ «укради». Понимаете? Так при чём тут образ, когда он умер? Наша эра идёт от Рождества Христова. При чём тут образ-то? Первые христиане... В первые века казнённо было 475 тысяч христиан. И что, умирали за то, что образ какой-то был? Они прямо со Христом ходили, ученики. Они и написали, что видели. Так можно придумать что угодно. Образ какой-то. Какой образ? Когда Моисей выводил людей из пустыни, Христос на него ссылается. Сколько? У вас тихо говорит микрофон. Пожалуйста, поближе как-то. Я ни в коем случае не опровергаю, что Иисус достиг вот таких высот, что всё, что Он сделал, да, имеет место быть. Но, понимаете, вот я не думаю, что Иисус сказал вот именно так, что вот «не суди» и «не судим будешь». Потому что люди, вот это вот услышав, все же судят. Вот если бы Он сказал чётко «суди» и «судим будешь», тогда было бы всё понятнее. Понимаете? Вот чтобы сделать великую ложь, достаточно, вот нужно 95% правды и 5% лжи. Вот чуть-чуть исказить. Скажите, вот первый наш разговор, что переписывалась неоднократно Библия. А как она переписывалась, вы знаете? Ну вот, к примеру, вы читаете её на советском языке? На русском современном, перевод синодальный, 1876 года. Ну, вы читаете её что, на кириллице или на современном языке? Современный язык. Современный, вот она. Это язык 1924 года. 1924 года. В 1876 году переведён это, и даже не изменило ничего. Кириллица была тогда, вы же знаете об этом. Да, Кириллица была-то в церкви, а гражданский текст-то вовсю же. Пушкин писал какие стихи. Чё вы думаете? Журнал «Огонёк», посмотри. Ну, сохранились в библиотеках книги при Пушкине напечатанные. И написано современным языком, а те же самые буквы. Чё вы выдумываете-то? Кириллицы. Кириллицы – это общее название букв, которые мы сейчас пользуемся. Вот считаем стихи Пушкина и Державина. Они рядом, но и резко отличаются. В 1924 году реформа русского языка Лунно-Чарский провёл в 1924 году. Вся информация, которую вы читаете, она редактирована в 1924 году. Какая редактирована? У меня книга, изданная при Лисовете, Библия, изданная. Оригинальная у меня. Какого года? Ну, какой год? Я сейчас вам скажу, какой. 1730-й примерно. 700! Она у меня прямо... Я переплёчий, хреставратор. У моих руках самые древние книги были. Я переплёл около 3000 томов. Мне не надо говорить, как. Евреи, когда переписывали, Библия сохранилась. Они пишут строчку, их считают буквы. Сколько? В конце пишут. А которые переписаны, там написано. В строчке должно быть 53 буквы. Если 54, они с учителем вдвоём начинают искать ошибку. Если три ошибки было допущено, свиток сжигается. Вы даже не понимаете, Бог бодрствует над словом. Зачем вы повторяете чужие слова? Бог говорит, я бодрствую над словом моим. Давайте опять же скажем. Реформа Никона была? Была. Переписывали. В 656 году. В 10-м году закончилось. Три шестёрки. Стали бояться, что Антихрист пришёл. Он Библии не касался. Вот вышел фильм Николая Достоля, режиссёра. Раскол. 20 серий. Там это всё показано. Очень, очень сильно. Конечно, там были советники старобрядцев. Митрополита Корнилия. Белокринитская иерархия здесь. Без старобрядцев не обошлось. Фильм сильнейший. Но нигде они Библии не касались вообще. Один раз только считал псалтырь. Мне вот один человек доказывал, что он видел Библию, бумажную книгу, ей 2000 лет. 2000 лет Библии не было. 2000 лет назад её не было ещё. Библию, Ветхий Завет... Послушайте, если вы не знаете, не надо, слышали. Я работаю с архивами. И Библия, то есть Ветхий Завет, был собран ездры по возвращению с Вавилонского плена. Эта речь идёт полтысячи лет вперёд туда, до Христа. Первая книга, которая написана, была Моисеем. А это 1600 лет до Христа. Ну и нас 2000, 3600 лет назад. А последняя книга в Библии, а их 77 книг, написана в первом веке. Есть такое мнение, что Иоанн дольше всех жил и мог даже на второй век зайти. Ну, только первые годы. На острове Патмос. И теперь возьмите, Синайский манускрипт найден. Он находится... Его Константин Тишендорф нашёл, исследователь немецкий. А это было на Синайском полуострове, монастырь Святой Екатерины. А полуостров был под протекторатом царской России. И он свиток этот подарил царю. А советское правительство продало его Британскому музею в 1936 году за 500 тысяч долларов. А тогда доллар не такую цену имел. Мы с оригинала всё знаем. Так что говорить о переводе... Такого перевода больше не было. Переводило четыре духовные академии. Вот был такой священник, еврей здесь. Ну, вся богема ему там принадлежала. Александр Мень. Я с ним беседовал. Его топором зарубили. И я говорю, вы могли бы переводить... Он еврей. С сирийскими оригиналами работает. Вы могли бы переводить, как Хвольсон Данил Аврамович. Кто Библию переводил там. Или там Павский Герасим Петрович. Он вот так вот отменил. Да вы что? Таких переводчиков сейчас нету. Они писали учебники для еврейских школ. Школ. Скажите, ну вот хорошо. Прекрасная вера. Всё хорошо. Мы вот сколько лет уже с этой верой живём? Сколько? У нас всё хуже-то становится. Я 56 лет живу и Библию в руках держу. В 23 года уверовал, когда из армии пришёл. Почему вот мы живём, а у нас вот в стране аборты делают? Почему? Плохо. Но у нас в стране не все делают аборты. У нас есть пример. И пример этот мусульманин. Мусульманин. Рамзан Ахматович Кадыров. Я имею в виду, что вот, например, государство оплачивает вот это убийство. Это вы правы. Вы правы. Я говорю, что у нас в стране есть этот человек. Рамзан Ахматович Кадыров. Чечня. И он запретил эти, провели они своим законодательством, запрещенные аборты. Женщины сидят в платках. Он пример для всех. В России за время перестройки было произведено 120 миллионов абортов. Это государство исчезло в чреве женщины. У мусульман в среднем 8,1 ребёнка. У русских 1,8. Нация, которая себя сожрала сама. Потому что Бога не верят. А подождите, в кого же все верят? Верят в Бога. А кто верит? Так как верят? Вот моя мама верит. Моя мама верит. А отец инвалид войны с фронта. Вместе полкласса не кончили. И нас в семье было 12 ребятишек, но двое рано умерли. 10. Она мать героиня. Почему? Она Бога боялась. А у бабушки, кажется, 18 было. А в деревне одна у нас 24 рождения было. Вот сейчас у баптистов по 18 детей встречаются. Они верующие. 18 в настоящее время прокормить непросто. Ну, как говорят, Бог даёт ребёнка и даёт пелёнки. Даёт и травинку. Я печник, работал 40 лет, печником ещё работал. Я работал у мусульман. И они говорят, казахи, Бог даст барашка, Бог даст травинку. Ну, мы же обеспечены Богом всё, что нам надо. Да. Поэтому... А мы вот доверяем это всё кому-то. Не надо доверять. Мы не доверяем. И вы это убедитесь, если зайдёте на наш YouTube-канал. Канал у нас во свете Библии. Как называется? Во свете Библии. Там 15200 роликов у нас. Хорошо, посмотри. Нет, а там не всё. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Это мои фамилии. А если у вас будет желание по скайпу встретиться что-то, запомните только Игнатий Лапкин. И вы на меня выйдете. Я один с этой фамилией. А вы откуда? Город Барнаул. Не откуда. Откуда я сижу на месте? Вы хотите спросить, где нахожусь? Ну да. Да, это Барнаул, Алтайский край. Не, ну вы-то сидите, а образ-то ваш откуда-то пришёл? Ну образ откуда пришёл? Я родился здесь. Нет, я имею в виду в моём телефоне. А, ну это вот это вот богомерзкое место пришлось. Мы пришли сюда проповедовать Евангелие за блудшим. Тут блуд идёт открытую, безобразничают. Половина мужчин голые. Процентов 80 мусульмане. Вы ещё Америку, наверное, не видели, что там... Видел, я много ездил, друг мой. Я много ездил. Нет, я имею в виду здесь, на Америку. Не ставите? Ну, тут встречают, тут отдельно есть на Америку. И встречают 65, кажется, каналов. А вы знаете, кто изобрёл эту чат-рулетку? Ну, не знал. Школьник Андрей Терновский. Ему 17 лет было. Они двойки. Он говорит, экзамены не сдам. Я стал думать, что же делать дальше-то? В жизнь выходить. И придумал вот это вот, что знакомились, блудят и ничего не спрашиваются. Такое нету. Это самое отстойное и грязное место в интернете. Ну, это сейчас так. Раньше, вот даже 5 лет назад, тот же Ютуб, он тоже был такой там, что... Сейчас в Ютубе очень и очень строго. Два замещания полностью зарубит. Вот видите? И это придёт. Нет, это разрастёт. Нет, нет, нет. Это для этого устроено специально. Люди сюда отвлекаются. Полмиллиона каждую минуту. Они уже не пойдут на площадь. Они караулят, где тут юбка промелькнёт. А зачем на площадь-то идти? Зачем идти? Менять жизнь, митинговать с Навальным. А тут, почему этот Андрей Терновский, мальчишка, сделался миллионером? Они понимают, он отвлёк сразу на себя миллионы людей. Это большое дело. Эти люди не пойдут ни воевать, они разнеженные. Полголовы, видать, остальное за экраном. И только стоят здесь анонизмом занимаются. Что попало? А эти люди отсюда никогда не уйдут. Я и без этого не пойду за Навального. И не пойду сейчас там на Украину. Это вы не пойдёте, а другие пойдут. Ну, знаете, конечно, если людей со школы, блин, обрили, блин, сказали, иди, блин. Им ещё на прощание там помахали-ка делом, всё. А вы эту книгу считали когда-нибудь? Коран, ой, начинал, и вот как-то... Вот это что написано? Не, не знаю, не читал. Начинал, но не было возможности дочитать. А у меня целый том вышел, я описываю полностью Коран по сурам аятам, разбираю в сравнении с Библией. У меня 38 томов книг вышло, по милости Божией. И Господь положил на сердце подарить библиотеке мира. И мы проехали из Барнаула до Владивостока, заезжая в города, районы, центры. А потом забросили груз и поехали, дошли до Лиссабона, Прибалтику, Скандинавию прошли. 650 городов посетили, в каждом я подарил 38 томов. Каждый экземпляр, вот 38, это 750 евро. И считай теперь. Слушайте, а вам не кажется, что вот, как вот история, да, вот Вавилонская башня, да? Да. Ее можно сравнить с Советским Союзом? Ну, образно сказать, да. Написано, Павел Вавилон, а Вавилон это Рим. А Рим это трижды сгорит. Первый Рим, Древний Рим, второй Новый Константинополь Константином. И третий Рим, Москва. Москва сгорит, согласно Слову Божию. Ну, возможно, она уже горела. Потому что в ней найдено все, что необходимо для погибели. Ну, сейчас-то, да, большая помойка. И она обогатила весь мир. Мы как-то тут разговаривали, и некоторые люди начали говорить, нет, это Америка, другие, нет, это Англия. Я говорю, давайте считать. Откровение, апокалипсис, 17-18 глава. И там по порядку, какие, 10 признаков, давайте, сходится. Она должна быть на семи горах. Ну, таких три города найдено. Оман, Вашингтон и Москва. О чем пишет Глинка, поэт, говорит, Москва, Семихолмовая. Дальше. В ней найдена кровь святых. Вы понимаете, что это, кровь святых? А когда в Москве, там есть недалеко Бутово, и туда на экскурсию взяли Владимира Владимировича Путина. Ну, идет там архимандрит и говорит, вот здесь вот, тут 15 тысяч священников погубили, вот здесь 18. Он идет и говорит, он полковник КГБ. Чудовищно. Что это? Чудовищно. То есть сам из этой системы, и он ужасается. Нигде столько крови не пролито. Я спрашиваю, в Вашингтоне была кровь святых? Христиан. Нет. Дальше. От нее, от этой блудницы, называется блудницей, обогатились народы мира. А от Америки кто обогатился? Она только грабит. Колонии и прочее. А от России все миллиардные долги просили. Не, 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 не. Вы не думайте, что американцы там такие в жару все. Они госдолг отдают. Семь их поколений заложено на бирже. Они все должники. Я был в Америке, много ездил. Они должники все по уши. А мы тоже, смотрите, мы когда рождаемся, на нас уже, вот, берут анализ крови и, ну, как бы, отмечают, ну, отправляют сюда человек, ну, родился живой, да. Это уже биржевой инструмент. Это уже продается на бирже. У нас работорговля, по сути. И почему Америки дают деньги, продолжают давать? Потому что у них постоянно пополняется население, люди туда приезжают. Вот у них уже 325 миллионов. Они уже давно посчитали, сколько они с них получат. Сколько те родят детей. Сколько из них там погибнет. Сколько там, докуда доживет. У них это все посчитано. Сейчас же цифры победили людей. Люди ж живут ради цифр. Поэтому Америка, вы не думайте, что они там таких живут так хорошо. Это только так. Я к тому говорю, что Америка не обогатила народы, как Россия давала. И в долги, и прочее. Я как раз с вами и согласен. А написано, что она, блудница, этот Вавилон, она, купцы будут плакать, потеряв доход. Торговала и душами, и телами. Я как раз про это и говорю. Вот русские, когда начали революцию, там разные Соросы, которые все это подогревали царя убить. Сколько там золота было? 95 тонн сразу. Они никогда не вернутся и не вернули их. Так это не все. И вот именно для этого они нас и отвлекают от всего. Чтоб мы не вспомнили, чтоб мы не знали, что у нас там наши, те поколения работали. Все работали, работали. Все должны были что-то получить. Всем обещали. Есть бумаги. Ну, не просто ж так это все делается. Всегда есть какие-то следы, есть какие-то бумаги. Они вот нас уводят, что мы вот какие-то уже непонятные. Ну ладно, я просто так сказал. У меня разности никакой нету, потому что мы временные. Весь мир приобретешь, а душе повредишь. Какой выкуп дашь за душу свою, Христос сказал. Душа. Он же еще сказал, что проще верблюду пройти через игольное ушко, чем-то потом попасть в царство. Да. Я вот в армии был, посмотрел фильм, отверженный в оригинале «Ле мизерабле» Виктора Гюго, фильм. И там он говорит, не было ли другой цели спасти не жизнь, но душу. А я солдат. И мне это вот сюда вот. Душу. Я с детства слышал это. Я начал искать. И после армии в 23 года впервые мне дали в руки Библию, Новый Завет отдельно. И уже через полчаса я стоял на коленях. И моя жизнь решительно вся изменилась в один день. В один момент. Я уже на корабль вернулся, когда, ну я, как сказать, пошел. Корабль на рейде стоял, а там лоцманский автобус ходит. Я сразу первому матросу сказал, живем неправильно. Христос умер за нас. А мы даже не думаем об этом. И дальше у меня целая полоса. И в тюрьмах меня гноили, и в лагере еще только не было. Иисус же вот конкретно послал вот своих учеников в земли израильские. Сказал же, не идите там к язычникам на север. Он сказал это, когда был здесь на земле. Я послан к погибшим овцам Израиля. А когда уходил, говорит, у вас в чем нужду имели? Они говорят, нет. А ныне, говорит, и стал говорить, что у вас необходимо быть с собою. И все еще и меч сказал, купите. Это время, когда я над вами был, кормил, поил, кончилось. Теперь по-другому. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Трудящийся, достоин пропитания. Не берите ни сумы, ни посоха, ничего. Идите быстрее. А сегодня церковь этим не занимается совершенно. И отдельные личности, может быть, где-то там что-то. Подождите. Вот в церкви приходишь, они все в черном. Они что? Они что? В черных одеждах. Ну да. Ну да. И что? Ну и что? Блин. Я вот смотрю даже вот те же, вот, я не знаю, ну там сказки, еще что-то. У нас всегда были старцы, но в белых одеждах. Ну, в белых одеждах, если праздник, вот Пасха была в белых одеждах. А монахи им по чину положено только черное. Ну, как черные рубашечники были, или черная, говорится, коричневая чума. Определенная форма, им положено это по чину, и называется черное духовенство. А которые, которые женатые, это называется белое духовенство, белое. Они обдеваются в белые ризы. Это где они? Я их вообще не вижу. Ну, вы не видели, вы никак, как один. Когда не приду, все, Христос воскрес, а сам раз в год приходит и... Не, ну я просто, я и живу рядом с храмом. Я ни одного в белом не видел ни разу. Не знаю, не знаю. У меня брат, родной мой брат, на пять лет моложе меня, он пресвитер. Он протеерей. Всякая одежда, разная бывает. И вот на Пасху он ходит, даже у него овечек много, он за овечками ухаживает. И даже в этом подрясте, не подрясте, как называется, своя одежда такая, обыденная, он овечек кормит, а она у него чуть-чуть желтоватая, белый такой материал. Потому что он к монашеству не относится. Ну, видите, я думаю, что все-таки, как и в любом обществе, ну, лучших-то единицы. В основном-то люди, основная вот масса, они же такие, не очень хорошие, так скажем. Мы не можем что-то сказать, можем ошибиться, но должны помнить, каждый даст за себя отчет. Вот начинают смотреть, у патриарха машина, у него там часы, меня это нисколько не трогает. Это нормально, просто дело здесь в чем? Что люди завидуют, они его обсуждают за что? Ну, блин, хорошо, я вот хочу, чтобы у меня тоже была такая машина. Пусть она у всех будет такая машина. А я не возьму, даром не нужно, мне велосипед легче. Ну, вот кому что там, хотите велосипед машина. Так у меня есть то, что ни у кого из них нету. У меня есть утешитель, утешение какое, голубятни, у меня три голубятни. Круто. А оно им ничего не надо. А голубь это единственное животное, которое определяет даже характер человека. У нас статья пришла в губернской газете, у злого человека голуби не живут. Да, свиньи, курицы живут, а голуби нет. У старообрядцев ни одного не могли найти, кто бы держал голубей во всей стране. А что старообрядцы нет? А то, как князь Владимир крестил, как Сергий Радонежский верил, до реформы Никона, до 1656 года. Это старообрядцы, того обряда держатся, такие же люди, все. У них голубей нет ни у кого. То есть они плохие, что ли? А они очень в этом вопросе немирные. Немирные? Немирные, абсолютно. У них это, чтобы они зашли в православный храм, перекрестились, ему легче в огонь зайти. У них, как шульха на руку евреев, да провалистый этот храм. Ну, их позиция. Ну, хорошо, а вот вы занимаетесь переплетами, а вы, например, попадались в книги дохристианские, чему раньше? Да их не было дохристианских, никаких книг не было, на березе писали. 2000 лет таких книг сейчас нету ни в одном музее. Нет, ну, 2000 лет, понятно, но у нас же христианство-то... Ну, у нас, вот говорят, мы язычники какой-то, нету ничего, все выдуманное. Какой-то Велес, сейчас начинают там Радомиры, все это выдумали. Кто, Лемеш, как называется, Николай, вот Твердохлебов, это все сегодня придуманное. Это очень хорошо, подробно Андрей Ткачев объясняет. Считает, какая-то опасность. Я не вижу никакой опасности. Язычество, оно обречено, ну что, луну признает ветер, там, поклоняется березе. Какой-то Бог. Бог невидимый, Бог есть дух. Но Бог, это Он везде. Везде и всюду. А у язычника не так, вот Он здесь имеет это, и все. Я с ними разговаривал, они к нам приезжали, мы деревню строим православную с нуля в Алтайском крае. Чтобы первый раз мы разговаривали, кто желает поселиться, Он должен доказать, что Он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. А как доказать, что Он не лжет? А вот не лжет, это трудно проверить, но все равно будет видно. Он должен сказать. А дальше, пока он думает, что, уже будет проявляться. Ложь это не от самого себя. Написано, дьявол есть лжец и отец лжи. Евангелие от Яна 8.44. И поэтому, если человек лжет, он тоже будет лжет. Материться, а я не матерюсь. Ну ладно, не материшься, солгал. Первое же неудачу, где-то он завернул, и все, и сразу до свидания. Не, ну материться-то когда-то и надо. Не лезть. Бранные слова. Всякое лживое слово. Вот. Но это бранные слова. Это бранные слова. И бранные слова. Ну он-то сказал, не будет говорить. Тут он ложь запутал еще. Он говорил, я не матерюсь. А тут заматерился. Он солгал. Подождите. А что, по-вашему, то есть, вот Трехлебов написал вот эту книгу. Он что, это все выдумал? Да все выдумано. Никаких книг нету. Ссылается на источники нигде. Ничего нету. Сто процентная ложь. Нам приходилось где-то... То есть, если я сейчас найду вот эти вот, например, на кого он ссылается, и там этих книг... И там ничего нету. Он просто сидел и выдумал. Этого нету. Этого нету. Нет, ну, например, какие-то книги все-таки есть. Да не было никаких книг дохристианцев. На березте писали. Березта. Я вам не про христианство. Он не ссылается на дохристианский. Он ссылается и на исторические работы. Ну, на прошлых историков. Нету. Ну, кто-то сказал, такой же и сказал. Тот-то ни на что не опирается. Он сидел и выдумал. Вот как Павел Бажов. Смотрите. Вот мы на самом деле... Вообще вот сказать, что что-то... Как мы можем сказать, чтобы было до нас? Ну, вот если мне отец рассказал, бабушка рассказала... Ну, да, я знаю, что они мне правду скажут. А что где-то написано... Как я могу быть уверен? Как я могу быть уверен, что это не вчера написано? Давайте, вот конкретно, допустим, вы... Если люди разбиваются... Я как проповедник, миссионер, просто знаю это. Разбиваются на 24 категории люди. Вот я беседую, я должен быстро, мгновенно определить, к какой категории он относится, какое лекарство преподать. Первое – это я не верю в Бога. Все произошло само по себе. Дарвина подцепит что угодно. Это первый. Как с ним беседовать? А как? Что из Библии, какой стих взять и тогда поставить его? Другой говорит... Ну, Дарвина – это все, это вообще для глупых людей. Так, второй вопрос. А вторые люди? Тоже большая группа. Бог есть, но никто не знает, где он, что. То есть не верят Библию. Это вторая группа людей. И вот так они разбираются. А вот Библия – вторая группа людей. Что интересно? В оригинале она и Бетский завет еврейский, а тут с греческого, не считая арамейский Евангелие от Матфея. И в это время Иван Петрович Панов, Панов ли его правильно, Панин, он занимается математик, профессор. Он 50 лет отдал этой работе. 50 лет. Он берет в Библии, допустим, первое там, ну, там написано Иисус, Христос, там на лодке плыли. А потом дальше другой эпизод. Это перекопы аммония. Он берет вот в этом столько-то знаков, делится на семерку. Каждая буква имеет значение. Допустим, Мария. Вот Мария. Какой смысл заключал? М – это 40, А – 1, Р – 100, И – десятка, и Я – Мария. Мария. Я буквы нету в этом славянском языке. Вот 141, значит, мы уже знаем, что там зашифровано. Есть такие имена, которые… 666. А об этом уже Библия говорит. 13 глава Апокалипсиса. Мне пришлось в камере сидеть, там он преподаватель второй группы космонавтов. Там он что-то преподавал, там, с математикой связано, Лозина Анатолий Максимович. Ну, голова там вообще. Я первый раз видел, как люди считают по диагонали. В день, допустим, 300 страниц книга, он мог две книги прочитать. Да я знаю таких людей, 500 знаков в минуту. Он не просто прочитает. Я беру книгу и говорю, вот событие такое, он ее почти цитирует. Я ему сказал, 666. Он говорит, а какие имена? Я говорю, ты какие знаешь, собирай. Он, давай выписывать там, Сергей, Игорь, то другое. Я ему выписал родословные Христа. Там их имен много. И он вот так на вторую шконку, вот так кровать, повесил и лежит. Он не пишет ничего, он в уме считает. И он нашел, кажется, два или три имени, но они так, два имени, соединенные вместе с каким-то. Иуда Бенгур, Иуда и еще да Бенгур. И он нашел это. Но он этим не интересовался. Он просто хотел узнать, есть такие? Есть. Я никогда не думал, что это можно. Теперь, конечно, техника может показать. Тогда что получается? Все-таки пришли вот Кирилл и Мефодий и научили нас грамоте? Что пришли? Что пришли? Ну вот, пришел Кирилл и Мефодий на Русь и научил, а до этого мы не читали. Не читали, и азбуки не было. Они первый вопрос задали Кирилл и Мефодий. А у них азбука есть? А им говорят, нет, азбуки у народа по этих нету. Они говорят, так это... А? А буквица была? Буквиса не была. Они там что-то писали какие-то там, а азбуки нету. Народ не пишет, книги ни одной нету. Смотрите. И они сразу стали с греческого брать, с греческого, они греки. Мы поставим мировой процесс. Вы так сядьте, чтобы поближе к микрофону быть. Вот скажите мне, откуда у нас появилась такая большая территория, и откуда у нас появился великий, могучий русский язык? Откуда появился русский язык? Вот я говорю, если посмотреть стихотворение Державина, а он считается, как, ну, предшественник Пушкину. Давайте вот так вот, смотрите. Вот у нас вот, например, да, вот, было там сколько символов, ну, вот раньше, да, до вот революции. У нас вот язык, ну, реально его, ну, признают, да, великим, богатым. Как эти люди, у которых язык, ну, более скудный, как они сделали нам великий и могучий? Это как? Что они нам сделали? Ну, великий и могучий язык. Ну, это Тюргенев пишет так, Иван Сергеевич. Ну, и мы согласны с этим. Бог наградил нас. Вот я был начальник детского лагеря. Он нас наградил только после того, как они пришли, да? Какое было до этого, по-разному пишут, фильмы ставят. Там фильмы, уже не один фильм поставленный. Какое было до христианства? В Задворнов там целые фильмы участвует. Это было всё. Но ни на чём не основано, абсолютно. Я на рецензии на фильм смотрел, ссылаться не на что. Вы поймите, здесь вот есть факт, что у нас есть вот этот язык. Откуда он взялся? Откуда? Я знаю, сколько лет этому языку. Я не могу поверить, что какие-то вот дикие люди, как вот сказал этот... Патриарх. Кирилл Патриарх. Да. Что это варвары, что это люди второго сорта, что люди второго сорта... Полузвери. Я сейчас вижу людей второго сорта, вот, например, в том же чате, там, на улице они бывают, встречаются. Они не способны придумать ничего. Понимаете? Чтоб человек что-то придумал, у него должны быть моральные качества. Ничего не надо. Господь дал и всё. Ослица заговорила моральные качества, она остановила безумие пророка. Вот вы запишите цифры, которые вы не знаете, я вам скажу. Запишите, мы сейчас расстанемся, и вы не будете знать никогда. Я вам выдам, откуда язык пошёл, сколько... Годов к языку русскому. Я сейчас до Нового года вам дам. Запишите. Запишите. Ну, какой год? Адам был создан Ева. Был из Назрая. Прошло 1650... Вы перебиваете. Я полпредложения не сказал, вы никогда не будете знать. Вы перебиваете. 1656 лет прошло, и на землю пришёл потоп. 1656. Вот мы уже целую белую цифру имеем до потопа. А в потопе сохранилось только 8 человек. Отсюда пойдёт негроидная раса, хамство. Дальше. Проходит 721 год. 721. Люди строят башню Вавилонскую. И Бог разделил языки. Добавьте 1656, 721. Вот теперь посмотрите, какая цифра. И теперь посмотрите. От Адама до Рождества Христова 5508. 5508. Отнимайте эту цифру, и вы узнаете, за сколько лет до Рождества Христова. Ну, и добавьте 2019. Всё. До этого не был один язык. Вы считаете, что это первые люди? Адам, все вы первые люди? Первые. Всё. Сегодня уже ДНК подтвердило. Всё от одной пары произошло. У всех народов. Ну, скажите тогда. И вот больше никаких цивилизаций... Никаких цивилизаций не было и нигде нету. Дальше только небо. Вечный престол и ад. Хорошо. Тогда скажите мне, какая цивилизация? А кто построил пирамиды египетские? Египтяне. И рабы их. И рабы их. Каким образом? А каким образом? Они сегодня уже разгадка полностью дана. Выпро их насыпали и далее тащили. И как доставали? Вплоть до размачивания бобов. Тащили вот эти блоки. Каким образом? Очень даже просто. Верёвками? Конечно. И показано, как. Что тут? Посмотрите вес. Вот посмотрите вес какой-то. И на какую высоту надо поставить. Вы знаете, сколько рабов участвовало? Да сколько бы не участвовало. Их кормить надо. Ну, как Измаил брал Суворов-то? Вал насыпают на уровне стены. И они как по стене сходят, воины. Хорошо. Я слышал вот эту историю, что там они там... Песок с яйцами перемешивали. Где столько куриц взять? Где их хранить? Знаете, говорят... Я понял. Вы стройкой занимались? Ноев Ковщик. Я специально занимался этим. Ноев Ковщик. Нет, вы стройкой занимались. Ноев Ковщик. Слушайте. Ноев Ковщик. Даётся 150 метров длина. Там локтей. Сколько ширина? Какая высота? Три этажа. И говорят, да где бы поместились? Сегодня начинают исследовать. Занято было чуть больше одной трети. Остальной корм был. Почему? Потому что корова была одна. Не было пород. Куриц не было 150 пород. Только одна. А иные, если как слон, не обязательно было брать большого. Взяли детёнышей. Вот ответьте мне на вопрос. Я вам отвечаю. Вы строили что-нибудь? Вы строили дом, пристройку? Всё, что можно было сделать. Объявлен конкурс на самый устойчивый корабль. И человек один занял первое место. Ну, надстройки там всё это. Знаю, это фок, башни, бизань, мачни, всё построил как надо. Я сам на море, говорится, служил и работал ещё. А его первое место присвоили. А как? Он говорит, я размеры взял из Библии, а надстройки современные, и всё. Вы поймите, чтобы вот действительно вот это вот яйцами, песок вот этот скрепить. Ну, хорошо. В России, в России строили храмов. Сколько было храмов? В России сколько? Ну, а где опять же эти храмы? В России сколько храмов было, я спрашиваю. Вы если не знаете, говорите, не знаю, я буду говорить. Не знаю, не знаю. 57 тысяч. До революции. И монастыря 1275. Я договорю данные, вы ничего не записываете, ничего не будете знать. Нехорошо это. Эти знания на улице не валяются. И строили они, строили и измесь, песок и яйца, белок. А сколько яйц? Речь шла о миллионах. Держали не столько куриц, как сейчас. Что вы думаете о чём-то? И поэтому сегодня раздолбить не могут, надо взрывать. Так, плохо слышно вас, совсем плохо. Я уже много раз... Я не представляю. Вот смотрите, я вот строил дом, да. Я приглашал строителей. Мне надо было их кормить. Хорошо, что у них было своё жильё, где они жили со своими семьями. Вы представляете, вот это количество рабов огромное. Да. У них там тоже какие-то семьи, они где-то живут, их надо кормить. Вы китайскую стену видели? Китайскую стену видели? Как можно построить, когда колесница сверху идёт? Так их сколько сегодня-то? Два с половиной миллиарда? А не полтора. А не полтора. А вот другие люди утверждают, что их меньше миллионов. Каждый восьмой человек на земле китайец. И вот... Это сейчас, знаете, вот эти цифры, как у нас в России говорят, что там... Говорили, вот у нас 140 миллионов. А одна женщина, данная из ЗАГСа, взяла, слила, а там их 90. И вот... Ну, там, они разбивают так, русские православные отдельно. А ну, тут сходят и Чечня, и те, которые посерёдке, и которые на севере, на юге. Данные эти от нас, может быть, утаивают даже. Пирамиды, по поводу пирамиды, вы меня вообще вот этим не убедите. Ну, а что вы думаете? Гиганты были, брали, подносили и ставили. На спину брали, залазили в больницу. Какая-то технология была. Какая-то технология была. Ну, в Англии-то... Вот смотрите, я вот сейчас вот смотрел видео, где, значит, звуком воздействует на ртуть, и капли ртути подлетают. И что такое? Эффект левитации. И что? И что? Возможно, там были тоже какие-то технологии. С помощью, может быть, звука. Ну, были. Какое нам от этого дело? Это надо о ДШ заботиться. Ну, мы узнали одно. Это загадка. Ну, а смотрите, в Англии, которая показывает там... А которые колонны были-то, 250 тонн. Как ставили их в Греции? Ну... Как ставили? Как ставили? Ну, скажите... Ну, нам зачем это знать-то как? Они стоят уже. Они по сегодняшний день в Колизее стоят. Ну, почему же вы хотите нам все закрыть глаза? Ну, открывайте глаза, когда вы себя не видите. И ты себя познай, Бога. И написано 1 Тимопея 4,16. Вникая в себя и в учения. В себя и в учения. И занимайся с ним постоянно. И поступая так, себя спасешь и слушаешь их тебя. Вот смотрите, вы согласитесь с одной ложью, с пирамидами, со второй ложью. Вот потом уже можно... Мне не надо, нету, нет пирамид. Для меня пирамид нету. Ладно, давайте, нету пирамид. Я умру, мне пирамиды нужны. Душа в ад пойдет, а мне пирамиды нужны. Ну... Это сатана заставляет людей, о чем попало, думать. У вас тогда, понимаете, вот такое вот туннельное зрение. Вот это вот вижу, а остального нет. Не надо касаться то, что меня касается. Вот у меня определенно сейчас задача. Тогда будьте добры, принимайте атеистов нормально. А как мы их нормально принимаем? Мы знаем, что это безумные люди. 13.50... Так написано. Псалом... Псалом не читал. А он не читал, не видел. Псалом... Поговорю. Псалом Давида 13.52. Сказал безумие в сердце своем, нет Бога. Причина. Они развратились. Совершили гнусные дела, не делающие добро, нет ни одного. Это 3000 лет назад сказано. Что пирамид нету. Ну как это их нету? Пирамиды ему надо. А другой совсем о другом думает. Так и не только об этом. Вот тот же Петербург, да? Сколько там вот всего. Как это строили? Кто это делал? Вот эти вот... Вот, вот, вот. А ты сиди теперь там, спи на диване, и умрешь, и душа войдет. Ты со Христом примирись. Помоги где? Нуждаются в нашей помощи. Не говорите. Вот вы сейчас магические заклинания произнесли. Нет, нельзя. Нельзя так вот. Что попало? А теперь о математике, а как они там рассчитывают, как это скорость ракеты. Так что угодно можно выращивать. Ну, понимаете, да. Вот именно вот так... Так, тема эта закрыта. Это мне не надо совсем. И вам это не надо. Цистана просто мозги пудрит, и все. Да нет, не пудрит. Так а что вот... Знаете, я вот, помню, вот, прочитал такое вот высказывание, не помню, кто написал. С тех пор, как были придуманы чернила, дьявол поселился в них. И, знаете, я вот с этим... Вот я сталкиваюсь вот по работе вот с чернилами, с подписями, с государственными бумагами, деньги печатать. Да, я согласен. А чернила когда появились, по-вашему? Ну, вот как раз, крестьян, вот эта католическая церковь и начала первую печатную продукцию. Да не печатная. А когда не было никакой печати, в первом веке, апостол Янг пишет, не хотел бы писать вам чернилами, но лично вас увидеть. Уже в Новом Завете, в первом веке. У вас знания-то прям никакие. Понятно, чернила-то были и в Древней Греции были. Да, писали, прямо писали. Это все понятно. Ну, вот, видите, мнение такое. Ну, Гутенберг изобрел, Гутенберг изобрел печатную. Тут Иван Федоров. Ну, еще из этого-то. Нам Бог дал возможность сейчас. Мы раздаем уже, я не знаю, наверное, не то, что тысяча, сколько Евангелий бесплатно раздаем. Мы благодарим Бога. Новые Заветы бывшие и отдельное Евангелие. Только в окрестностях деревни нашей строим, мы раздали 30 тысяч Евангелий. 30 тысяч домов, квартир зашли. Бесплатно. Чтобы люди знали путь Божий. Я вот общаюсь, например, вот у меня сотрудница, да, вот в церковь ходит, есть вот товарищ, он кришнаидом ходит, как бы вот с разными людьми общаюсь. Но вот только вот крестьяне вот так вот уверяют, вот Бог вот наш один, вот и все. Вот кришнаид, вот он сидит себе спокойно, его ничего не волнует. Как это не надо? Христиане как раз все изобрели, что есть в мире. Они ничего не изобрели, эти кришнаиды. Ни мусульмане, никто не изобрел. Все изобретения, какие есть в мире, все до одного принадлежат христианам. Не считая порох там китайский когда-то был. Это вы кого имеете в виду? Кто это? Евреи вот эти изобрели или кто? Евреи. Если русские много изобретений сделали, потому что Маркони считается у них. А у нас Попов, изобретатель радио. А кто, вы знаете, кто изобрел вот этот мобильный телефон? Кто изобрел? Изобрел? Ну да. Знаете, я не удивлюсь, если какой-то человек из русской деревни и отправил... Вот смотрите. ...в какой-нибудь журнал юной техники. Нет, не так все это было. Мартин Купер. Мартин Купер. Одновременно другая организация разрабатывала. Я, говорит, когда первый раз вышел, ну он большой был, там полтора килограмма. Я, говорит, позвонил им. А они, говорит, откуда звонишь? Я, говорю, с Бруклинского моста. Я вот слышал, скрежет зубов, говорит. То есть он первый. А кто тебе интернет изобрел? У меня дети, пятилетние дети в лагере знают это. Все написано. Тим Бернерс Ли. И мы за них молимся каждый день, что Бог дал такой ум, они изобрели. Мы особо это посчитаем. Маленькие дети у меня, лагерь, большие дети. Все молятся и знают. Президента знают, губернатора, премьер-министра. Не считаю, что мы каждый день молимся, купаемся, ягоды собираем, на лошадях ездим и плаваем на лодках. Это мой детский лагерь. Мне его Бог позволил образовать. Самое лучшее, что в мире есть, в детских лагерях я проехал и забрал себе. Нам есть что показать. А у нас снятые государственные фильмы, такие бобины, занял первое место на международном киноконкурсе. А второй фильм первое место в России. Это Бог делает. Это человеку нельзя сделать. И определение-то это не наше. Там прописали Абгиха, международный конкурс в Югославии, Золотой Витязь. Это Бог делает так. А вы думаете, что мы верующие сидим где-то в закутке? Просто вот, знаете, я вот все-таки не могу согласиться, что вот ничего не было до Килила и Мефодия, никто здесь не писал. Вы покайтесь сначала. Покайтесь, чтобы вас сатана мучает, возит где-то. Покайтесь. Я грешник. Прости меня, Господи. А потом, что нужно, тебе на сердце положат. Мне многое-многое Бог давал. Я в один день уверовал. Я сразу бросил. После чего вы взяли, что меня сатана мучает? А так, так, тоже. Вы сегодня умрете. Где душа будет? Вы не примирились со Христом. Я не умру. Вы зарядите. Валант беседует когда с Берлиозом. Мастер и Браголица сидят на потерявших прудах. Он на те же самые слова говорит. Я не умру. Он говорит, сегодня тебе голову отрежут. А кто? Кто? Террорист? Он говорит, нет, комсомолка. Аннушка уже развела масло. Я смотрел, да, и читал, прекрасно помню. Ну, это Олег Басилашвили играет этого Воланда. Очень сильно. Вы поймите, что, да, тело мое может умереть в любую минуту, но я-то не умру. А вы знаете, сейчас ролик небольшой вышел. Можно посмотреть. Назвать интервью дьявола. Журналист берет интервью у дьявола, договорился, в лесу. И он отвечает на все вопросы. Очень сильно поставлено. Я там выставил места, описание, которые подтверждают это. А, знаете, я сегодня, не сегодня, вчера посмотрел такое видео. Там, значит, заповеди сатанистов. Девять заповедей в церкви сатаны. Я вам, знаете, скажу, ничего плохого там не сказано. Еще нет плохого. Вот это и есть обольщение. Вот, видите, вот девять заповедей там у них. Блин, ну они вполне там нормальные вменяемы. Ну хорошо, он умрет, куда пойдет, к Богу или к сатане после смерти? Вы поймите, что вот, в принципе, даже любой христианин, да, он скажет, блин, реально, да. Ну там вот, ну, нормальные вещи написаны. Там не надо никого убивать. Это агитпункт, агитпункт. Вот, вот, вот. Вот. Знаете, что сейчас в Америке есть памятники сатане? Конечно. Конечно. В память их, советская власть, в память их Каину, Иуде поставили даже. Так что, я, знаете, я уже очень сомневаюсь вот в чьих-то пламенных речах. Я вот, вот мне бабушка как сказала, душа мера, вот так вот я и живу. Вот мне сказали, я через душу пропустил. Подходит мне? Да, есть. Вот что-то неспокойно, нестыковочка. Значит. Отвергнись с себя, запомните. Отвергнись с себя, Христос говорит, возьми крест и следуй за мной. Три этапа. Отвергнись с твоей ярость, общи. Дай место Христу. Так, все понятно, я вам возвестил. Когда умрете, Христос будет спрашивать об этом. Знал или не знал. С сегодняшнего дня вы не имеете возможности сказать, что ничего не слышали о Христе. Он вас возлюбил и умер за вас. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит в жизни гнев Божий пребывает на нем. Он будет сатаной в озере мучиться день и ночь. Бесконечные веки. Иисус, Иисус, Сын Божий. А вот вы, кто для Бога? Я для Него. Тот, которого Он призвал. Раб рабов. То есть вы раб Божий. Я раб Божий. Апостолы все подназывают. Раб, то есть работа для Бога в Его винограднике. Это высшая награда и высшее звание. А язычники, а мы не рабы, вы гробы греха. Не омытого. А мы освобождены от греха. Мы свободны во Христе. А какой грех у язычников? Что какой? Ну, грех у язычников. Неверие. Самый главный грех – это неверие. В нем все, весь уголовный кодекс. Убил, потому что не верил. Блудит, потому что не верил. Нет, вы ошибаетесь. Они тоже верили. Я вам рассказываю, не ошибаюсь. Я считаю Евангелие от Яна, 14 глава. Христос говорит, я есть им путь, истина и жизнь. А те люди, которые читают индийские... Пускай они читают, они за это ответят. Мы за них не отвечаем. Сколько людей, которые не знают ничего и приходят. Вот у нас приехал в деревню мусульманин, принимает крещение. Почему? Потому что у нас спаситель. Я с мусульманами все время беседую здесь. И ни один не может ответить на вопрос, что с ним будет, если он сегодня умрет. Он кричит, Аллах Акбар, сейчас пацанята. Я говорю, Иисус Акбар, Иисус Акбар. То есть, Велик Иисус, Он умер за наши грехи. Подождите, вот как вы считаете, то есть, святые люди в Индии, святых людей никогда не было и нет? Святые были, всегда и будут. Есть язычники, которые, не зная закона Божия, сами себе закон. 11 глава Евангелия, это послание апостола Павла к кремлинам. А они не имеют, а когда Христос еще не умер, как совесть. И Бог будет сидеть по совести. И совесть их то оправдывала, то обвиняла. Вот скажите, мы, значит, живем на земле, по воле Божией. Значит, Он нам сделал закон. И Он нам его не сказал. А вот она, бережит. Вот она, вы теперь уже не можете сказать. Я еще раз говорю, вот Библия, в православных храмах, она продается свободно. Все, ваши уста закрыты. Продается свободно. Он сказал. Мне, вот смотрите, мне Бог не дал денег. Вот Он мне дал руки, ноги, но денег Он мне не дал. А почему Он вам не дал денег? Вы не умеете ими пользоваться. Поэтому не дал. А мне... Смотрите, мне Бог дал плоды природы. Он мне дал тепло. Он мне дал питье. Но денег Он мне не дал, чтобы покупать. Он еще раз говорю, вам не дал, а мне дал, я перед вами. У меня денег нету. Я молюсь, и Бог мне деньги опускает. Прямо в этот же день. И это люди, свидетели. У меня тысячи человек. Вот я говорю, денег нету. Мы, когда ездили в Швецию, мы сломалась машина. Ну, там полетела шестеренка, передача и то другое. Что делать? Ничего не сделаешь. Мы молимся. Мы ничего не можем сделать. И вдруг телеграмма. Бросайте машину. Сейчас переводим вам деньги. Получаете их. И сразу иномарку такого же размера покупаете. Люди, которых я не знаю. Которые без отдачи. Мы только в одном путешествии потратили 440 тысяч на бензин. А у меня пенсия. Вот у меня 35 лет трудового стажа. В настоящий момент у меня пенсия 8 тысяч 141 рубль 303 копейки. А вы знаете, что вы получаете только страховую часть? Трудовую часть пенсии вы не получаете. Что сделать? Вы получаете 8 тысяч, потому что вы получаете страховую часть пенсии. А трудовую часть пенсии вы не получаете. Ваш трудовой стаж вообще никто не считает. Ну ничего я ходил, сколько больше не дают. А почему? Почему немного? Потому что где я работал на корабле? Латвия. Там ничего уже мне никто не даст. Другое государство. Дальше. Мне, когда я вернулся из заключения, я сидел за слово Божие. Мне нигде нельзя работать. Только во вневедомственной охране железнодорожного района, где я живу в Барнауле. А там какая? Ну, свободные дни, три дня. Я на велосипеде еду, где глина лежит. Я печник, 40 лет печи делал еще. И у меня деньги всегда были. А сейчас у меня ничего нету. И в то же время все есть. Это все понимают. Вот в деревне у нас ремонтируют дороги надо. Столбы ставим. И лично мне пришлось заплатить больше миллиона в землю закопать. А откуда деньги? Понятия не имею. Приезжает человек, здоровается со мной. Это вы, Игнатий Лапкин? Я хочу вам деньги пожертвовать. Притом люди, которые рядом, они знают, у меня ничего нету. Это понятно. То есть вы хотите сказать, что между мной и Богом обязательно должен быть посредник? Нет, не обязательно. У вас должен собственный контакт быть. Вот смотрите. Еще раз говорю. Говорят, а почему ты веришь? Ну, у вас тяжелая обстановка была, а то другое. У меня не так. Я служу в армии. Морфлот переводят сразу в ракетные. Я на должность старшины. У меня в армии уже деньги были. Я все время тренируюсь. Вот спрашивают, а кем вы хотели быть? Ну, интересуются моей биографией. Я говорю, я никем не хотел быть, кроме как террористом. Вы ушли? Нет? Извините, пожалуйста, тут задел, наверное, я задел. И смотрите, и Бог берет меня, ловит меня, ловит на том, что я люблю. А я любил старушек. Когда скажешь, ну, парень 23 года, я никого не люблю так, как старушек, потому что они немощные, забитые, выброшенные. Я где вижу, стараюсь скорее дать им деньги, поднести, узнаю, где живет, там что-то сделать, наколоть, напилить. Я не хвалюсь этим. Я Богом моим хвалюсь. Я только сошел на берег. Бабушка несет сумки. Я ее за сумки. Бабушка, давай это понесу. А сошел в фильм посмотреть. Корабль стоит на рейде. Да. Так. Я не знаю.